Ну что ж, дорогие друзья, врываемся на вторую карту Best of 3 серии в рамках DreamHack Мастер Стокгольма 2018 года, Норс и Астраль все еще сражаются между собой И студия Рухаб, Ваньшара и Сеня на проводе Сеня, тебе еще раз привет Что мне? Тебе еще раз привет А, здорово Здорово, здорово, да, давненько не виделись Ну, Инферно, карта, которую выбирали Норс И, может быть, они здесь что-то покажут Кстати, сторону на этой карте выбирали Астралис И они взяли атаку Нет, 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 Норс взяли сторону защиты, они свитч прописали Ааа, тогда странно Ладно, потом обсудим, у нас размен тут на дуге Мэджа забирает Эйзи Киарви при этом остается вместе с МСЛ на кафеле Начинают ползти сейчас по банану террористы Ну, и при этом на коврах далеко есть игрок Он, наверное, будет спину заходить То есть ожидается раскидочка Б-плэнта И только Киарви, только МСЛ могут здесь что-то сделать Потому что если они сделают по два минуса Ну, троих не уберут То ничего не светит игрокам из команды Норс Потому что их уже меньшинство Но по-прежнему стоят Астралис Играют очень тихо, очень аккуратно МСЛ все так же чекает банан Начинается выход Моментально Киарви делает минус Но этого мало МСЛ МСЛ, кстати, отдают уйти при этом МСЛ остается на фонтане Должен прилететь смок Он прилетел МСЛ в итоге падает Но это Киевальди, который ничего сделать не может Два в четыре Шансов мало Ник и Вальди решили играть через КТ Но, видимо, и на сейф уйдут Так вот, нажимаю ядчат, чтобы быть уверенным на тысячу Не, понимаешь? Просто обычно карту выбираешь Но не выбираешь сторону, правильно? А, здесь же ножи На DreamHack всегда ножи играли А, были ножи, да, все Вопрос снял Я просто не видел ножей Это бывает Это бывает И значит, что Пошли у нас на охоту Ник и Вальди вдвоем Зипник здесь Его размансили И, в общем-то, есть еще один минус Но на ретейк вряд ли пойдут Китов здесь не предвидится И минус от Глэва по Вальди Ник остается последний Это 1-0 за Астралис Это 1-0 И сейчас Астралис Будут укрепляться по счету Если, конечно, Норсен Не сумеет взять Форс Байк Сохранится ли интрига? Вот я об этом хотел тебя тоже спросить На Нике Вроде как пистолетка за атаку Форс за защиту А вот на Инферно ведь То же самое может быть Вполне Не знаю Настолько сильно и классно сыграли Астралис На Нюке Что, опять же, видишь Команда готова брать И DreamHack И Мажор Но, может, конечно, тороплюсь я И У нас Бывают Варианты, когда чемпионами становятся Темные лошадки А не фаворит, как Астралис Но пока что Уверенная игра В основном Нюке они показали, что Они уверенно играют И, понимаешь, эту же уверенность Можно переложить на Инферно Я боюсь за Далайса Просто, понимаешь, на Мажоре Его будет очень сильно хватать Так что, можно за этот турнир немножко форму Ну, в самом деле, не разыгрываются Да, то есть Этот турнир чем и второй МСЛ забирает Дюпри Откидывается Смог Ну и выход на Бэплен Кстати, вот мы вчера Нави обсуждали, да? Ой-ой-ой-ой Эй, сейчас может их неплохо затащить Он раздалку Дипексу При этом оставил красным Мэджиска И в целом ситуация Проблематичная МСЛ скину Забирает двоих Девайсы Мэджиск Падают Глейф остается один А Смог-то развеялся В итоге 40 хп Так, два ствола здесь на него направлено И в линию Хорошо Сохраняется интрига Снюка Пистолетка за атакой Форс Байза защиты Так вот, что-то там хотел сказать про Нави Нави такие прошли Да, ну, что Нави прошли Как бы и за счет этого Будут сейчас перед мажором Все-таки набирать форму У них сегодня еще одна игра Но им уже никто не мешает Не, я, кстати, не видел их сегодня в расписании Но им никто не мешает Как бы следующий проиграть матч Ты понимаешь, что у них все еще есть шанс вылить Да, не, но уже за счет как бы трех карт Три карты турнирные И вчера три играли Нет, я имею в виду Вот если проиграют А, все То три карты, которые не сыграли До сего момента Это уже неплохо А при этом еще надо брать за тренировку Следующий их матч То есть потихонечку Как-то, я не знаю Встанут на свои рейки Так, Астралис Героик Бай Покупает себе калаш Также пистолеты И некоторый уровень раскида К Апленту Есть у нас небольшой такой подход От Дюбри вместе с Кзипиксом После этого они расходятся А вот бомба направляется В сторону базы Б Где Эйзи на гробах Плюс на КТ Кербис Перетяжки Причем он смещается уже Под Аплент Видимо на фейк повелись И Бплент открывается в соляном Глейф разбирает Эйзи Выход на Бплент От команды Астралис Правда не торопятся У них минимальное количество гранат У них очень мало всяких девайсов Глейф падает Но при этом Мицель ворвался Удачно Но забрал всего лишь одного Дюбри наказывает Киарби И в итоге Астралис отвечает Снова форс Тяжелая ситуация Против пистолетов Не удалось Реализовать свои девайсы Ну и Никсвальде Все еще Уходят на сейв Даже в этом раунде И Астралис Делает ответ На голевуху Приятно видеть Что не хотят они отдавать Начальные раунды За каждый поинт здесь И соответственно На Инферно Сказать что Атака Является сильной стороной Тоже нельзя Она не у многих команд Будет доминировать И все зависит Именно от того Как команда вообще Подходит к этой карте Я думаю что для Норс Здесь защита тоже является Далеко не лучшим вариантом Хотя они с него и начинали Не знаю Я думаю Все таки Что Норсен Норсен Ну вот Ты затрагивал Тема АВП На карте Нюк На Инферно АВИК решает И здесь должен быть Сильный АВИК И то что МСЛ играет Все таки С АВИКом Это проблема Вчера он кстати Показал хороший перформанс На Инферно Я кстати Не вспомню Про кого они играли Стартовый матч Я не знаю Понимаешь Я не представляю МСЛ Который бы Ты знаешь Втокал центр Уходил бы на зеленку Отсюда бы отстреливал Еще в заходящих террах Потом бы Это плен заходил Там Он соло банан Играл постоянно Ну соло банан Это слишком На самом деле Зато координировать удобно Стоишь Смотришь В одну точку И координируешь Почему бы и нет Так это Поэтому он так и делал Но при этом Ты можешь потерять Концентрацию В какой-то момент И все До свидания Выпад под флеш Ярби Разваливать девайсы Ну как же хорошо Астралис умеет играть На размене То есть Ты можешь сделать Один минус Но мы просто Не дадим тебе уйти А стоило ли лезть Кирбаю Он же выходил из него И вставляет теперь Ситуацию для защиты 4 в 4 Думал там два чувака Сейчас под флешку Убью двоих В итоге забрал Всего лишь одного Но это оружие Все-таки Да И можно еще раз Подпушить банан Взять еще один девайс У нас появляется Калашник ФМ У защиты При этом На Аплэн Сейчас выйдут Игроки команды Астралис На ребра Выходит Ника Под козырьком Разбирает Одного, второго, третьего Хорошая зажатка По корпусу Ну и тут Остается зипекс Один в три Правда Ника можно быстро забрать Коктейль молотова Зипекс горит Слышит 50 кп осталось Зипекс Пойдет наверное Пушить смог Рискнет ли 30 секунд времени Нужно будет что-то придумать Здесь и мы с львупори С фармганом Перестреливают Вообще стоял с лешкой Я не с фармганом Но Одна Астралис На самом деле Могли сыграть Немножко мудрее Грамотнее Флешечку использовать Хотя бы Но при этом Вышли просто на стрельбу И в итоге получилось Не очень все хорошо Не до контроля Козырек Ника как-то вот стоял За столбом И о нем В принципе изначально знали Но почему-то Нет, ну он троих забрал Просто он хорошо отмансил Потом они начали стрелять По ближнему чуваку А Ника продолжал стрелять У меня такое ощущение Что как будто бы инфу не дали Про Козырек И не поняли вообще Откуда был сделан первый минус Нет, там не обязательно Давай Там слышно Это шкалаш Тра-та-та-та-та-та-та-та-та Сидит на подсадке Старые звуки в КСе были Кстати Так вот делал Ника Тактическая Астралис подумали И решили сделать бай Техническая сразу Админ, админ Ускользоваться админ Оно самое Что же теперь произошло С командой Норс Стив Видимо залагал шахтат Наверное Ох и фан После общения Команда Астралис Закупает два калаша И три пистолета Что-то подобное Они уже реализовывали Под базой Б Возможно И этот раунд Не станет исключением Точка Б Если удачно Начинаешь с первого минуса Заходишь на размен Разваливаться довольно-таки легко Ну что Вы подсов отляты Этот парень решил Не сдаваться Не терять уверенности Мол, буду душить команду Астралис Просто пачками на банане Пока что удалось забрать Одного лишь Мэджиска При этом смог хороший Зайти на банан Будет проблематично Пока что для ребят Хороший коктейль Молотова в яму Отгоняет Будет одна Кярби Глэй Загулял Загулял Ой-ой-ой Прекрасные два минуса Один кп остается Кярбой В итоге Дюпри падает И в конце концов Остается один зипекс С СЗ Но по нему есть инфа Его поджимают И шансов Конечно У зипекса Какой бы хороший Клатчер Не был Все-таки нет Идея же таковая Что Кярби Ты умирал Если СЗ Была не пофикшена Там же демоль Что Немножечко порезали Как раз На один процент Да И Вот он Выживающий Кярби Соответственно Два На банане Очень много Что позволило Защита Немножечко Ника Команды Нор Нор Вчера Ника По-моему Ковров даже не было У команды Старались Если я не ошибаюсь Да Они все выходили Через короткий Ну то есть Яма Двадцатку не принимает Покажи людям Этот короткий Вот Сколько там Два метра Просто Огромное количество Банок сюда Обычно закидывается Ника Стоял просто На велосипеде Ну в районе велосипеда А ладно Ника Не Но он запорол Как бы Он ключевой Понятно Ответственный За эту позицию Но Там еще есть Пленд Там еще есть Чуваки По библиотекой Там должна была быть Какая-то банка Там Хаешка Флешка То есть Провал Шансы взять Террористом Просто через короткий В меньшинстве Очень маленький шанс А они его берут 4-3 Норс провалили Сейчас Свой диффенс Но деньги у них есть Да Икс Слово сказать Деньги Это неплохой бай И получается И МСЛ сразу же сместился Там на зелени И пытался сыграть Под смоком У него дело не получается Возможно даже Вернется он На Б плен В ближайшем будущем А пока Занятие Бананат Астралис И пассивный От игры Базы От команды Девайс Довольно близко Подошел сейчас На дугу С мэджу с боем Они контролят Кафель Тем временем На коврах У нас стоит Зипекс Чекает Аркаду Ну и Астралис Понимает Что им Впервые Отдали Банан Но если Эту позицию Так просто Отдали Значит возможно Там какая-то Засада Я не думаю Все таки В направлении Какого из пунктов Идти А может быть Делать фейк Но бомб Пока что в яме Это говорит о том Что они собирают Информацию Для себя До конца Не знают Сами Все таки В каком направлении Двигаться МСЛ Неплохо подлез Дюпри его ждал Но все таки У снайпера Есть некое преимущество Когда ты так выходишь Снова 5-4 И опять Норсов Больше на одного Ну на ребрах Заняли давно Уже Астралис позиции Разве что Пока их никак Не реализуют Возможно Ждут вот агрессия От МСЛ Который И выстраивает Себя К направлении Вот он четкий Выстрел от Глэева Теперь уже 4 в 4 Но время 40 секунд Бомба в районе Респауна За ней нужно Кому-то идти Кто же за ней Пойдет Вопрос Непонятно За ней пойдет Скорее всего Мэджиск Интересно Конечно Отдали сейчас На одного Ника Полностью Плэнта Ребята А почему В прошлом раунде Себя не проявил Позиция у него Довольно Неплохая Сделать Один минус Точно можно Но вот Больше не смог Ника Если бы еще И пожил Было бы идеально Не получилось 3 в 3 И у команды Астралия Сейчас будет Очень хорошие позиции За атаку Выбить их Будет Довольно Трудно Почему команда Норс По какому-то Непонятному Колу Пошла Подбас Втроем Когда Ника Остался Один Здесь Да Возможно Мэджиск Когда уходил Откидал Фей Кранаты Ну это Ну типа Раскидка Решили Решили сыграть Просто В угадай Хотя Надо было Наверное Отталкиваться Естественно От инфу А инфу Их не было Если нет Инфы Тогда надо Стать 2 в 2 Ну Не получилось Бывает 4-4 Ничья Временная По 250 Увальда Эйзи С деглом Ну и в итоге Ничего не напоминает Нюк Посчет Напоминает Нюк Да И по Игре То есть Норс Опять же На нюкера Была Инициатива Тут Была Инициатива Но при этом Астралис Потихонечку Начинает Наказывать И набирает Рауды Но Это все-таки Инферно Нюк И тут 8-7 Это счет Нельзя сказать Что вообще Как бы Без проигрыша То есть Тут Если Астралис Здесь пока что Против пистолетов Никаких преград Они не видят В своих соперниках Ника Дак Еви Остается вдвоем И По-моему У Ника Есть план Как убрать Но Не в этот раз Еви Последний На пристройке Под базой Б Посмотрим В следующем раунде Что у нас получится Даже сейчас Астралис Бомбу Оставляют На респауне Насколько Вот Они уверены В этом плане Ищут Не Ну они знают На самом деле Что Ой А чем Керби Занимается Рассматривает Капеллу Решил Рассмотреть Ярби падает 5-4 Астралис Выходит вперед У нас Четыре с половиной Ази 6 Он даст Скорее всего АВП Своему капитану Да МСР станет Наверное На банане Но по-моему МСРа на банане Еще не было Он пытался На постоянно играть Да нет Он играл Хлпующим Третьим игроком Хлпующим Надо его Основную роль На банане Попробовать дать А тиммейты Чтобы отходили Сейчас В другом направлении Просто старались Постоянно бананы Сжимают Как правило И за счет этого АВИК близко Ты не поставишь Вот она МСР в соло К этому мы и приходим Ошибка Одна ошибка от него И Б-плант открыт Из-за этого Я не очень люблю Такую расстановку И вот она уже Проявляется Жалко Не убили МСЛ И не наказали Ну Посмотрим Что получится В этом раунде У ребят Из команды Норс Минус по 20 Хаешка на банан Вот сейчас Видишь То есть Отдали снова Дугу Подошли Астралис И делают Раскидку Как им нужно Коллективы Но в этот раз У него два человека То есть Какого стака Кербис ловил флешку Начинает нашивать МСЛ щелкает Дю 3 МСЛ Промахнулся Не гардиан Ужас-то какой Не гардиан МСЛ Чтобы в такой позиции Делать 2-3 килла В итоге Б-плант занят Правда Есть у нас уже На церкви Эйзи Который Сейчас может быть Кого-то убьет Да Эйзи забирает Межеска Падает Эйзи От девайса И что девайс Звездный час Да Банан двоих игроков Сейчас будет он Отстреливать на раз Минус и два Минус один А почему в одного Почему Ника сейчас прыгал Без кулпы И Вальда ведь мог проиграть Эту перестрелку Если бы девайс Не дернул рукой Вдвоем надо было Сразу давить Никакого давания В соло Сковано Да Но все-таки Затащили Они все-таки Затащили Этот раунд И все Сложилось Как нельзя Хорошо Для ребят Потому что Начало было Сомнительное 3 в 3 Все-таки бомба И Все было плохо МСЛ с авиком Остался МПХ от Ника Полный байт Команды Астралис Астралис По минимуму Кстати используют авики За атаку По-моему Больше опирается На автомат Калашникова Ну на самом деле Девайс Говорит Ребят Экране идет Не уверенно Действует В этих моментах Поэтому МСЛ Делает килл Ну Согласен с тобой МСЛ в принципе Полезен Постоянно делает Какие-то пики Естественно Он не может Там Как я уже говорил Круто раздать Там На ближней дистанции Как-то делать Самые топовые снайперы Но такие Простые минусы Они тоже полезные Они работают По крайней мере Против команды Астрали С каких-то моментов Астрали заняли ребра И возможно Пойдут на Аплент Очередное занятие Ребер В большинстве А как дальше Лежет инициатива Ведь они Могут в любой момент Свернуть удочки Под бэплент и А сайт Принимается В три игрока И мысли Продолжают агрессировать На двадцатке Попадает еще и по Акзипниксу Жалко что Провитие не полное И вот вопрос Сколько еще Астрали здесь будут торчать Девесят секунд Они закидывают Уже гранаты А выхода Все еще нет Выхода нет Не факт Что будет на Аплента Все таки Вальда щелкает Глэйва МСЛ Проверяет Короткий Минус девайс И зипикс С мэджуском Два в пять Идут все равно До конца Рвутся в бой Зипикс на коврах Зипикс Летает флешка МСЛ Ника начинает Наволевать Не получается И в итоге МСЛ Вот 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 То, о чем я говорил Ооо Ну все МСЛ Новый кумир Всех Всех Как же ты быстро Перебываешь Соседи Слишком быстро Молодец Может Все таки Что-то может Я слишком его Конечно Списываю За счетов Там даже если МСЛ ошибается Хоть и защита Долго перетягивается Но их все равно Больше Один Мэджиск Это конечно Сильное заявление Парень Очень жестко Стреляет Но Вряд ли Норс Будут отдавать ему Этот раунд В данной ситуации Тем более Что экономика Очень шаткая И учитывая Что любой раунд Острали сейчас Могут взять И у Норс Не будет экономики На следующий бай МСЛ Проверяет сейчас Мидл Тем временем Пушит Вальду Второй центр Через бойлер Делает один минус Дюбри Прикрывает эту позицию Ну и команда Остралиц Аккуратно Занимает сейчас Отходит назад На СМСЛ В больших песках Здесь тут Ника И два на Б Кирби Естественно Агрессивно Стеночку Зипикс В апартах На пленте Остается как-то Здесь отыграть И вот смотри Девайс В одного И сейчас пойдет На Размансили Забрал Кирбая Минута МСЛ На ланге И вопрос А что будет дальше С выходом Целая минута Не ну как же знает На самом деле Ребят Что возможно Это фейк То есть не стягивается МСЛ Он дальше гнет Свою линию Стоит на центре И просто проверяет Зипик все время Накаляет обстановочку На апленте Откидывается хаешка Ника положил под себя Смог Замечает Зипикса Ловит его Но бомба Все-таки уходит На точку Б То есть ребята Из команды Астралис Решили все-таки Фейкану Теперь сплантом А Выходят же они на Эйзи И вот теперь Или его звездный час Или Бэплент Идет в копилочку Ребят из команды Астралис Эйзи Все-таки звездный час Забирает двоих Этот трипл От Эйзи Спасает команду Норс И ни разу по нему Не попали Астралис Наткнулись На непобиваемую Систему защиты И экономика У них так же падает Ведь до конца Первой половины Остается всего ничего Три раунда И мы с вами Увидим развязочку Первой стороны Для Астралис Пять раундов за атаку Это немного И немало В тот же момент Но хочется всегда больше 9-6 счет Который приятно видеть В любом противостоянии 9-6 это Неплохой счет На самом деле Потому что все-таки Атака здесь Может набирать раунды Если Норса возьмут 9 или 10 То они в теории Могут одолеть Напоминаю Что пик Инферно Это их выбор И тут конечно Пока что За КТ У Норс Плюс-минус Стало получаться играть Хотя срать В какой-то момент Инициативу взяли в свои руки Но потом Успешно стали работать Парни Вот на банан Теперь очень неосторожная Перестрелка Среди снова Квадро для него И Хелпа от Кербер 8-5 Первая страна За Норс Однозначно Но с каким отрывом Сейчас остались Нам в принципе И расскажем В последнем раунде Можно сказать Что у Норс Но да Действительно Как ты отметил Перешла полная Инициатива И я Жду Жду Возможно Очередной Контакт Выход Под А или Б Плэн Потому что с фейками Что-то не заладилось Ну с фейками Тут не только На самом деле Порой Стрелять Потому что Разучились ребята Из команды Астралис Но Норс начинает Лучше стрелять Просто укладывают По два По три Игрок Команды Астралис Иногда МСЛ Умирает все-таки На банане Пытались его ставить Одного на дуге Не получилось Придется играть 2-2 На боли Резипекс Готов выходить Чекает пока что Борд Вальде рядом И команда Осталась Перетягиваться на Аплэн Пойдут все-таки На Вальде Вместе с Ника Мм Юпри У нас упорен на Мидле Вместе с ребятами 2 плюс 2 Разделились с Норс И для них Это не очень хорошо Ведь на Аплэнсе Смотреть кучу проходов Надо Да У Ника есть гранаты Которые еще несколько Задержат Астралис валит Там забирают еще Икзипексы на Апартах Это уже 3-4 Подход к Аплэнту Все еще законтрен И команда Астралис Может оказаться В западне Фулланди Умирает Глэвив от Ника И все Выход приостановлен Выход на Ника Ника делает Какую-то работу Но не до конца Остается Вальда Один пока что на Аплэнте Потянулся Гравда уже к ярбе Вальда разваливает Девайсца Внутри Аплэнта Должен точно так же Погибать Дюпри Счет 9-5 И далеко не факт Что Астралис Возьмут шестой У Астралис Сейчас проблемы С деньгами Все такие же Есть правда Калаши Но без раскидки Особой И может быть Пора еще один тайм-аут Установить Правда скорее всего У Зоника И Глэва Могли идеи закончиться Или берегут Паузу на вторую половину В рамках Дримхака Тренер может Говорить на фристайме Да По крайней мере Такое правило Раньше было Да есть Есть по-моему Сейчас то же самое Так и 4 паузы есть То есть на Инферно Пока ни одной паузы Не потратили Почему бы и не поставить Не была пауза на Инферно Точно была Ее брали Астралис Хорошо Но когда еще 3 есть Все равно это много Да, это карта в целом Ну да Пока по размену Сентрифрага Начали Астралис Потом минус Для Амсэля Не залетает Это Валли Подстраховал И соответственно Что? Астралис Таким двайсным раундом Должны выходить на 6 Иначе без пистолетки Будет туговато Без пистолетки Может быть Очень туговато Это факт Хотя может быть Пистолет Как раз таки Астралис Дюбри падает Бомба выпала Минута времени Бомбу нужно подобрать Ее отдают игроки Команды Норс Зипикс ее скорее всего Возьмет И подойдет к тиммейтам Которые находятся под Б Непонятно почему У нас всего 1 сейчас На Б Плэнте 3 на А Хотя Этот 1 Это Эйзи Но если он Не так крут сыграет Как Несколько раундов назад Тогда все может быть Получиться Но пока он забирает Круто Минус Глейв Уходит нас На точку А Там у нас Экзипекс Сумел сделать Вальде И снова все зависит от Ника А он на Гривьярде В этот раз Возможно Могут и не дощекать Его в этом направлении Обычно привыкли Видеть его Ой Хороший Молик Дочекали Такие Но Кербис Не забирает Бум керри 25 секунд времени Молик на бомбу И Эйзи успеет Спокойно перетянуться Здесь Мэджиску Очень важно Ставить бомбу Практически сразу же Не терять ни единой секунды И занимать позицию Как можно Как можно сейфовее Видели его Мэджиск 1-2 Его должны были видеть Хорошая позиция Мэджиск Я могу сказать Один из лучших Кто умеет разыгрывать Клач Именно в больших песках Как же он уверенно Всегда здесь все делает Мэджиск Браво Не шанс врагу Одна голова Вторая голова Да Сива Ну что Счет первой половины Доказывает Что команда Нор За защиту Тоже могут Что-то противопоставить На своем пике Команде Астралис Но Вторая сторона Вторая пистолетка Напоминаем Что это вторая карта Бестов 3 серии Первую уже закрыли Астралис Это был пик команды Как раз таки Красных Соответственно Далее Желательно закрыть Инферно И выйти 2-0 А вот до третьей карты Там непонятно Мираж Делает такое Ну посмотрим На самом деле Как оно будет Как оно будет Потому что реально Понятно лишь одно Что ничего не понятно То есть Норсы Круто играют Моментами Но моментами Так иногда Отдают свои раунды Против чемпионских Астралис Знаете Есть такое Простое правило Если ты хочешь Обыграть чемпионов Ты должен забирать Все свое И не отдавать Точнее не отдавать Своего И забирать чужое Вот так Забирать все Короче Забирать Тупо все Да Реально И какие-то Нереальные ситуации И там пистолетки Обязательно То есть только так Чтобы обыграть команду Уровня Астралис Пистолетный раунд У вас на экранах Дюпри чекает Мидл Попадает неплохо По Нико Но все-таки Хэдшот у нас не было У Нико стоит 67 Пытались сейчас террористы Вычислить Центр И у них это Не получилось То есть 3-2 Играет Астралис Нет никаких стаков Просто дефолт Зипекс играет С юспиком На точке Бэглэйф Рядом У него есть Смачок И цзшка И он это Смог готов откидывать Но тайминг пока что Очень плохой для Смока То есть нужно его Еще немножко Поддержать Наверное Как пойдут Открываться Трэйс И так и закинут Хотя может быть Слишком поздно И стрелять нужно Поддерживать Зипекса В том же числе Нету Дефузов Это тоже стоит понимать Астралис Ни в коем случае Не могут позволить себе Делать долгую перетяжку В случае установленной бомбы И что Просто 5 пуш банан Вау Просто выход На точку Б Лейд с цзшкой Не сумел ее пока реализовать Дефикс помогает Только сейчас полетает Смог Пораньше бы Тогда Дефикс Наверное не сделал бы Минус с Аввальдой Просто Неплохо Нашивает Неплохо 3-4 Ретейк Б плента Пистолетка Скорее всего Не отходить Для Норс Если они правильно Сделают все Не будут лично Распикать Не будут там Подставлять Своих тиммейтов В том числе МСЛ На кафеле Также банан Занят уже Изи который Чекает спину Говорит Там никого Вали забирает Мэджис Дюпри На пристройке Вместе с Девайсом И они все Оттуда И они даже Не уйдут Скорее всего За ними пошла Охота Девайс Минус по МСЛ Бомбы Они не задефузят И этот пистолет Под номером Для Ну и пока Все нормально Получается Для ребят Из команды Норс Счет 10-6 У них под контролем Остается Добрать Сейчас два раунда И потом Первый бай И Из команды Астралис На Инферно Можно Попрощаться Но это вторая карта В БСО 3 противостоянии Напоминаю Поэтому Никто Не говорил Что будет Просто Однозначно Многие рассчитывали На 20 лет Астралис От этого Вряд ли ты можешь Вернуться Просто так Попадим Мира Астралис Но Астралис На самом деле Еще тут Тебя могут Проявить Да Они могут Взять Фурсбайк Это сделали Норс Почему бы и нет Также была Пистолетка За атакой Фурсбайк взяли Норс Никогда не знаешь Ключи с Астралис Или нет Пока что Астралис Мало что Получается На инферно Откровенно Скажем Неплохо Они Ломали В первой Половине Поначалу Но потом Снова Инициативу Взяли Ребята Из команды Норс И собственно Сейчас они Продолжают Не за сказать Что доминацию Но довольно Уверен В этом случае Ярби Забирает Дипикса 7 хп На горбах У нас Мэджос Ребята Накидывают Банки В направлении Точеки Может быть На кафель Сейчас ворвется Мэджос Хороший смок Вырывается Глейв Глейв В итоге падает Мэджос Красный Ну и уверенно Норсы Зашли на точку Б Игроки Команды Астралис Говорят Окей Ари Ведерчи Мы засейвим Таким образом Один из Все равно Команды Норс Подходят С одной стороны И хорошо Интрига Будет продолжаться И мы с вами Можем увидеть Дей Мираж Но Ждем первой Закупки От Астралис Ведь Стабильный Железный Их может И на инферно Проявиться Если справиться С первой И второй Закупкой Подряд Там У Норс Экономика Может просить Довольно-таки Знат Посмотрим Что у нас будет С экономикой Уже в следующих Раундах Но пока Все довольно Плохо Для Астралис Но Засейвили Это уже плюсик В следующем раунде Будут играть С хорошими пистолетами И попробуют Отжать Несколько девайсов Но Опять же Девайсов Специально Видите У нас нет Они не берут Калашникова Максимум Это Галилов Юмпики И УЗИ С МПХ МП5 Нет Естественно Пятую Да Не ввели Еще на турнире Вот кстати На МЧикаго Была На МХаке Почему-то Не стали Может не берут Просто Не хотят Не-не-не По-любому бы взяли Вчера Или сегодня Может и не берут Точнее Не будут брать Но Тут конкретно Ее нет Эйзи С тиммейтами Решил сыграть Булстер на банане Проверяется Мэтус на минусе Готовы заходить Норсы на точку Б Довольно быстрая Агрессивная игра И это успех Норсы все-таки Зашли на точку И скорее всего Возьмут еще один раунд Очень агрессивно сыграли Все получилось Все прочекали И команда Острали Создает Разбитого корыта Бай в следующем раунде Только лишь Надежин умирает Последний Депризом И тут его нашли Не дают шансов Вообще никаких Никаких шансов Просто Никаких вариантов Юмпик у нас От Эйзи остается И все Оставшиеся игроки Команды Норс Тоже не берут Автоматы Калашникова Ух ты Это быстрый раунд Они что Бай сейчас будут рашить По идее Как и ранее Скорее всего Интересно Посмотрим Пока С этим решением Они направляются На второй мид И По-моему Никого может И не оказаться Отострались Скорее всего Девайс Собирает Ника Девайс Выход на короткий Дюпри Отыгрывает на борту У него Выходит просто Вальда Но с узишки Там можно прыгать Вот где Дюпри Получает Свою порцию На шесть На инферно Вчера Норс играли С тайлу Примерно С таким-то счетом Чтоб ты понимал И как бы У меня ощущение Что у Норс Есть шансы Неплохие Тут Выйти Особенно Мираж Мираж хорош На самом деле Как у них Так у вторых Поэтому Предугадать Если честно Кто победит Очень тяжело Именно То есть Если на нюке Там читались Астралис Тут возможно Читались Норсы То на мираже Ну как Должно быть Наверное На третий Решающий Так Ладно Появляется У нас Уже нормальный Девайс На руках Команды Норс Один Тормган Всего лишь Двое Начинает Агрессию На банане С девайсом Его тут Накидывают Картофаном И он Стоит За стенку 16 патрон Его здесь Не дочекали Он делает Мест по Бумкер Разменивает Глэва Сразу же И Zpex Пытается Продолжить Этот Доминирующий Zpex Бомба падает Ника Умирает Остается У нас MSL 13 хп Перетягиваются Игроки Атаки Поглубже К дуге Но MSL При этом Не рискует Потому что Он красный Просто ждет Помощи И кстати Блайн фаш По бомбе А при этом Далеко Не все игры Даже Не то чтобы далеко В общем-то Остроли до сих пор На апленте И это шанс MSL Готов откинуть Смог Zpex Занял хорошую позицию Отсюда сделает Мне так кажется Один минус точно Но и все-таки Успевает Девайс подойти Летает Гранатка Не убивает Девайс Тоже умирает Но при этом Есть еще Дюпри Который может быть Ворвется Все так же Смог Пытается Нашить Гробы Не получилось Это 2 на 2 И хорошие шансы Ребята С команды North Но Мэджис Бой Ставит шляпу По Вальде Эйзи 1 в 2 Касательно Приемки Экзипикса Непонятно Почему Девайс Не решил Забайтить На себя Ведь Экзипик Был Эйзи Не контрится Эйзи Просто Просто Не контрится Он делает Квадрокилл В этом раунде И приносит Команде North 14 раунд Так вот Вернусь К ситуации Когда Действительно Экзипикс Мог Похоронить Всю команду North Но Девайс Почему Ты не решил Выходить Смог С деглом Можно было В принципе И продаться Зато Тиммейт Был Вытащил Раунд А так Вышли Прифлом По-моему Даже Зачекали На НС А это Мэджис Понравилось Поставил Хэт На Банане МСЛ Падает От рук Девайса Там У нас Снайпер Работает На Дуге Вальда При этом Забирает Глыва На Ребрах Отходит Нига Назад Липикс Остается На Дуге При этом Игроки Команды North Решили Просто Пройти На Плэн Там У нас Под Сеном Находится Дю При На Плэн Переместился Но Большие Пески Возможно Упадет Мэджис Бой Со временем Выпад От Дю При Неплохо Спреет Минус Эйзи Мэджис Бой Пока Не Высовывается Заметил Соперника Создает Еще Много Дэмэджа Дю При Погибает Ника Ловят Вальда И Все-таки Команда Астралис Наконец-таки Берет Свой Первый Раунд За КТ Долго Они к этому Шли Очень Долго Сели Сери Из Пяти Раунд Для Команды Норс Очень Тяжело С Такого Счета Будет Комбэк И Тайм Аут Для МСЛ И Компании Возможно Прямо Сейчас Все И Решится В случае Если Команда Астралис Проигрывает Они Конечно Будут Закупаться До Последнего Но Денег Будет Вообще То Очень И Очень Мало Пообщаются Сейчас Опять же Пытаться Заканчивать Эту Встречу Или Все Таки От Контроля Ну Торопиться Лишний Раз Все Таки Счет Еще Позволяет Им Как-то Послабее Разыграть Это Дело И Напрягаться Лишний Раз Дорого Жж Выглядит Паст Пуш И Уже Кстати Была Аналогичная Ситуация Когда Вспомни Давайс Принял Тогда Ребра Его Правда Не Отпустили Но В целом Остались И Даже Справились Пять Калаши Гранаты И Остались Втроем У Катер Блант Блант Часто Укрепляется Когда Накидываешь Банки На Банане Потому Что Торресты Могут Быстро Пропушить И В Этот Момент Нужно Как-то Тиммейтов Халпануть Он все-таки Уходит Сейчас Назад На Зеленку Глейв Играет 55 На Коротком Дюпри Рядом Больших Песках Мэджиск Дюпри Уходит Поглубже Выход На Ребра В В Нычке У нас Находится Глейв Который Нашивает Смог Ну Кстати Хорошо Прошил МСЛ Красный Эйзи Красный Хоть Зашли Норс На Ребра Но Зайти Дальше Будет Дюпри Сейчас Снова Покажет Нам Как Принимать Аплент Действует Он Внутри Как В прошлом Раунде Не получается Потому что Смог Но при этом Три человека Говоря Обороняется Здесь Это Без шансов Это Возвращая В первую половину То, о чем И говорил Через Короткий Зайти Очень тяжело Эту Позицию Надо Проходить Молниеносно Быстро Пытаться Чтобы Дальше Занимать Большие пески Плент И так далее Если ты задерживаешься На коротком То Умеряешь темп И тебя уже Там Не пропускает Вот Норс Смотри Теряет экономику В случае Проигрыша В этом раунде Они уже По идее Дойче 14-10 Это Кстати говоря Не так уж И сильно По Отрыву Получается Возможно Конечно Ошибка Отгоева На банане Ну как Хорошо Заходит Пуфлэш Ну вот Ипекс Зачем Вы так Агрессивно Играете Агрессивно Мэджис Бой Забирает Двоих Троих МСЛ Остается Последним Игроком Команды Норс Откидывается Хаешка А мне кажется Сейчас Астралис Могут Камбэк Сделать Немножко Потеряли Нить игры Норса Они Быстро Пытаются Дальше Работать Против Астралис Типа Добрать Эти Два Раунда А Астралис Отбивается Отбивается И успешно Кэп МСЛ 50% Здоровья Мэджис И Дюпри Против него Бомба На руках И минут Времени На все Про все Здесь Выход Под Мид Вот так Отлетает Дюпри От МСЛ И Что Мэджис Почитает Ли Вектор Направления Атаки Он Может Может Почитать Смог На дефолт МСЛ Выходи Убивай Выходи Убивай И в итоге Мэджис Бой Сделал Стоиминус Не знаю Может быть Нужно было Попытаться Аккуратно В смоке Или остаться Или пройти В план Но он Видимо Думал Что Мэджис Бой Идет Еще Дальше Чем Под библиотекой Уже Не было Инфа Куда Пойдет Цель Тут Конечно Мэджис Молодец Угадал И Соответственно Благодаря Бомбе Появляются Деньги У Четверых Игроков Команда Атаки Конечно Никто Не может Позволь Купить Второй Кевлар И Калашников Но Тайм-аут Устанавливается Это уже Вторая Пауза Для команды Норс Вторая Пауза Для Норс И МСЛ Думает Дальше Интересно Придумает Ли Придумает Ладно Вовремя Остановиться С вас Пушами Они Должны Это Понять Рано Или Поздно Хотя С другой Стороны А как Играть Иначе Против Команды Астралис Если Вы Позволите Слишком Долго Халдиться При Опять Очень Хорошем Астралис Если Не Будут Ошибаться Выход Будет Законтрин 100% Вероятности Большой Доли Вероятности Это точно Созаехи В итоге У нас У команды Норс Миссель Решил В этом Раунде Прячь Команду Астралис Получится ли Бегут По ложному Оставили Одного Пока что МСЛ В яме Ника Уже Занял Практически Бойлер Можно Заходить На ковры И снова У команды Астралис Укрепление Точки Б Правда Уже Бежит Мэтч Сбой Сломя Голову На Зелень Но Может быть Не успеет Помочь Нет Успел Четко Все Немножко Быстрее Ребятам Из команды Норс Грамотно Это Раскидка Аплента Под Минимальные Флешки Под Смоки Посмотрим Удастся ли Зажать Д3 Компанию Так Ну и Закидка Гранат Буду Аплентом Выход Скорее всего Будет Уже Практически Моментальный От команды Норс И они Занимают Позицию Ямы Но До Аплента Они Так И Не Доходят А команда Астралис Смотрит На это Со стороны И понимает Как же Они Плохо Это Реализуют Что Это Они До сих Пор Я Как же Как же Д3 На Пленте Керби Падает На Пленте Мэджис Тоже Умирают Ошибки От команды Астралис Индивидуальные Преод К тому Что Норс Ставят Бомбу Но При этом У Глейва Очень Хорошая Позиция Сейчас Глейв На Коротком Проверяет Зип Саймон До Свидос Зип Глейв Хоть и делает Минус Но Там Три Человека На Пленте Молик Я требую Молик Девайс Остается 1-3 И все-таки Норсы Неплохо Сумерим Провернуть Свою комбинацию Ну это жесть Какая-то Они Четыре В яме Сидели Настолько Долго Что Как будто Астралис Не поняли Сами Что Произошло На Пленте Игроки Банально Не сделали Ни одного Размена И Соответственно Полный Провал Под Асайдом Оказался Победным Раундом Для команды Норс А для Красных Теперь Только Лишь Шесть Раундов Кряду Только Лишь Допы Никак Не Иначе Допчики Допчики Которые Могут Еще Спасти Ребят Но Спасут Ли Еще Таймаут Снова Тмс Третий Четырех Еще Один Таймаут Остается В Активе Ребят Та ситуация Когда ты Очень близок К победе Но при этом Ты играешь Против Очень Жесткой Команды И В теории Эта Жесткая Команда Может Что бы Ты Не Дел Отбиться Поэтому Тут Действительно Нужно Хорошенечко Продумать Тем более Есть Бай У Астралис А это Всегда Опасно Девайс Конечно Пока что Не сильно Радует Не Может Он Вернуть Себе Свою Самую Топовую Игру Не выстреливал Особо Да Вместе С Экзипиксом Теперь Они Команду Тянут Низ Хотя И Депри Тоже 12 Фрагов Тяжело Очень Команды Астралис На Инферно Понятно С чем Это Конечно Связано Грустно Видите Астралис Да А то Радостно За Норс Они В принципе Выходят На Мираж На Котором У Них Шансов Не Меньше Вальде Откидывает Хаешки На Центре Депри Стоит На Коротком Ждет Пока Что Мидл Зипикс Проверяет 55 Видимо Хотят Все таки На Аплент Пойти Но Бомба Далеко Говорит Нам О Каком То Фейки Все Таки То есть Арбит До сих Пор Не Проходит Ничего Не Делает Эйзи Проверил Ковры Говорит Что По Идеи На Б Могут Ити Но При Молотова Глэйв Находит Час На Центре МСЛ Пытается Прикрывать Свою Тиммейта Но При Этим Не Действует Команды Норс Удалось Так Безнаказанно Просто Сделать Минус И Все таки На Б Пойду Сейчас Ребят Из Команды Девайса У Которой Не Идет Игра Первый Пошел Попадает Паника Далее Проход На Молик Девайс Доказаться Серьезной Неприятностью Мил Салгибнекса Павальде И остается Лишь один Эйзи Который Также Убит Дипексом И Это 15-10 Астралис Все еще Живы И они Могут Дать Камбэк До Допов Могут Они Могут Я Согласен Сейчас Бай Неполную Команды Норс Двое На Пистолетах Трое На Калашах Большой Уровень Гранат Но Два Пистолета Справится Ли С этим Вопрос Да Непонятно Но Успешные Раунды Были Даже В этой Игре МСЛ Пропушил Сейчас Банан Он должен Был Это Делать С Ника Но Довольно Много Катали Молотова Ника Остановился С Ника Сыграть На Размене Ярви Все-таки Его наказывает На Бэблэн Рискует Да Он Рискует Он Заходит С бомбой Он Понимает Он Рискует И В итоге В этой Ситуации Рис Себя Оправдал Девайс Пытается Кого-то Найти Четно Все В смоках Ситуация 3 на 3 Это Шанс Для команды Нор Закрыть Астралис На Инферно Вальде Лежащий Полицейский На месте Сейчас Будет Оп Не понял Дюпри Догадался За что Дюпри догадался Что тут Возможно Стоит Пассажир Но При этом Эйзи На Девайс Врывается Смок А коктейль Молотова Есть Есть Коктейль Молотова Прям На Бомбу Горят 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 Оба Оба Игрока Горят Эйзи Понимает Что он Девайс Пытается Нашить Эйзи Берет Раунд Для ребят Браво 16-10 Норсы Отдалили Астралис На Инферно А это Значит Нас ждет Решающая Карта Дэмираж Дорогие Друзья И это Дримхак Мастер Стокгольм 18-го года Студия Руха Панишара Тесения Все еще Будут с вами На связи В рамках Этой Бестов Три серии Также На основной Трансляции Сейчас Уже Подходит К концу Вторая Карта Героек И Фанатик Тоже Бестов Три Так что Залетайте На основной Канал И мы Уходим